...изучение Зогара до тех пор, пока не прочитаем весь Талмуд. И это очень такое сильное утверждение. Почему они так сказали? Итак, он говорит, существует три шага. Каждый из этих аспектов существует отдельно, сам по себе. И тем не менее, все три — это одно. Иными словами, ни один из этих аспектов не может быть отделен от другого. И вы должны помнить, что Зогар — это все-таки еврейская книга. Можно даже сказать, классическая еврейская книга. И я вам расскажу две разные молитвы. Первая из старого Максора, который читается на Роша-Шана. Другая молитва, ее мы находим в Агаде, которая читается на Песах. Вот первая молитва. Вот я приготовляю свои уста для того, чтобы благодарить и прославлять моего Творца. Во имя Святого Единства. Благословено оно. И так же Шехины. И так же Шехины. Рукой того, который спрятан и который запечатан. Во имя всего Израиля. Итак, у нас здесь есть Творец. Есть Шехина. И так же Тот, который спрятан, который сокрыт. И все эти три называются Святым Единством. И так же есть молитва в Агаде. По крайней мере, она вошла в состав некоторых из них. Это молитва читается перед тем, как принимать в пищу Афикаман. Вы знаете, что такое Афикаман? Хорошо. Есть ли кто-нибудь, кто не знает, что такое Афикаман? Хорошо, есть некоторые. Есть некоторые, которые не знают. Когда начинается празднование Пасхи, вытягивается из трех кусков мацы, средняя, из трех кусков, которые лежат на тарелке. Мы ее достаем, мы ее разламываем на две части. И одну из них мы оставляем для того, чтобы она будет как десерт, мы ее будем есть уже в конце всего этого празднества. И вот этот десертный кусочек, он называется Афикаман. Это средняя маца из трех. После того, как заканчивается эта трапеза, мы обязательно едим Афикаман. И вот молитва, которая произносится при этом. Я готов исполнить заповедь едения Афикамана для того, чтобы объединить Святого, да будет благословен Он и Его Божественное присутствие через и сокрытого стража во имя от лица всего Израиля. Итак, у нас снова в одном единстве три получаются. Святой, Его Божественное присутствие, и сокровенный, сокрытый страж. И снова я напоминаю вам, есть молитва на Роша-Шана и также на Песах и эти молитвы, они все еврейские. Теперь я процитирую вам из двух еврейских энциклопедий. Это энциклопедии, которые напечатаны в Америке. Первая просто называется еврейская энциклопедия. И в ней сказано Зогар и те размышления, которые в нем записаны об Отце, Сыне и Духе таким образом напоминает нам Троицу. То есть здесь энциклопедия говорит о Зогаре. И то, что мы процитировали, было написано именно в еврейской энциклопедии. Есть энциклопедия, которая называется Иудаика, и она говорит что-то очень похожее. Объясняя содержание Зогара, она говорит о корне всех корней, о трех сокрытых светах, которые еще не были видимы. Потому что они называют это имя и содержание корня всех корней. И дальше говорит энциклопедия, все эти три света составляют собой, являют собой одну суть, одну сущность. Таким образом как бы появляется каббалистическое триединство. И снова, я вам процитировал еврейскую книгу, которая говорит именно с точки зрения еврейской литературы. В Зогаре вообще-то существует несколько сверхъестественных личностей описаны. Первая эта личность названа Метатроном. Метатрон это князь Божьего присутствия. И в Талмуде нам сказано, что Метатрон это тот, кто сидит на престоле Всевышнего. Мы находим еще один персонаж. Его называют Мемра. Мемра по-арамейски будет переводиться как слово. И также мы находим еще одно это Шехина. Шехина это само присутствие Всевышнего. Мы также находим там термин Руах Акодеш. А также мы читаем о том, что называется Баткольн. Все вот эти персонажи считаются разными, отдельными, какими-то сверхъестественными личностями, персонажами. в Талмуде Шехина отождественна с Руахом Акодеша. И как один еврейский раввин описывал вот это описание, он сказал, что Шехина это независимый персонаж и о нем можно думать, его можно воспринимать как какую-то божественную личность. Я бы хотел вам сказать о том, что такое Мемра и как описывают Мемра в Таргумах. Таргум это арамейский перевод еврейских писаний. Был он написан еще во времена Езры и последующие годы. Таргум говорит очень интересные вещи. Как только появляется где-то в Писаниях место, которое описывает Бога как человека, иными словами он пишет о нем, что у нее есть глаза либо руки либо уста. Таргум в таком случае вместо слова Бог пишет слово Мемра Адоная. Я только один пример прочитаю вам. В 19 главе Бытия в 4 стихе Тора говорит что Хашем пролил дождь из огня и камней на Содом и Гоморру. Таргум пишет совсем по-другому это место. В Таргуме написано, что Мемра Бога иными словами Слово Бога Сделало так, что огонь и камни посыпались на Содом и Гоморру. И в Таргумах очень много именно вот такое замещение слова Бог можно найти. Кроме того, если вы все правильно расслышали, вы сразу должны были заметить, что до того, как Мессия был в Новом Завете написан как Слово Бога, то есть это все, что я вам рассказал было сделано и записано еще до того, как в Евангелии от Иоанна мы читаем о нем как о Слове Божьем. Там говорится о каком-то Слове, в греческом языке это Логос. То есть таким образом мы понимаем, что эта вся идея и концепция была рождена на основе понятия Мемра, которое мы находим в Таргумах. И Мемра и Метатрон отождествляются с одной и той же личностью. И Зохар дальше описывает Метатрон как посредника Богом и кроме того он является центральным столпом Божества Всевышнего. И это в самом деле нас очень удивляет. Дальше он описывает Метатрон как посредником между Богом и человеком. Вообще-то в Зохаре написано, что он является посредником между Богом и всем остальным творениям. И таким образом единственным посредником между Богом и человеком. 9 глава Исаии 6 стих как-то комментируется Таргумом. И там тоже очень интересная формулировка, очень четкая. Это тот отрывок, который мы рассмотрим перед нашей переменой. Таргум комментирующий Исаию 9 6 говорит так. The prophet says to the house of David, пророк сказал дому Давида, a master teacher has been born to us, что великий хозяин учитель рожден для нас. A son is ours. Сын наш. Since the beginning of his, since the beginning, since the very beginning, от самого начала, his name has been wonderful in council, mighty God, everlasting one, messiah, messiah, during whose days peace will be upon us. Notice messiah is described by the targums, as both mighty God and everlasting one, as both mighty and everlasting one. And in fact, in the midrash, the messiah is called by eight names. And two of those names, are El, which is God, and Avi Ad Shalom, eternal father of peace. Now again, these are Jewish writings that I've been quoting to you. Now again, these are writings that quoting to you. есть еще один midrash, и он говорит так, that one name of messiah, that one name of messiah, is Adonai Tzidkenu. It's Adonai Tzidkenu. And remember the term for Adonai there, is the most holy name of God. Adonai is the most holy name It's именно самое святое священное имя Бога. And there's another midrash that does the same thing. И еще один midrash фактически повторяет эту мысль. It gives to messiah the name Adonai Tzidkenu. Он тоже дает messiah имя Adonai Tzidkenu. In the comments on the Talmud, в комментариях к Talmudу, made by the Jewish commentator Rashi, которые были написаны еврейским комментатором Rashi, вы слышали такое имя раньше. You should be familiar with Rashi. Вы должны помнить о Rashi. Rashi is perhaps the chief of our commentators. Потому что Rashi вероятнее всего самый главный из всех комментаторов. And so his comments are found in the margins of the Talmud. And you always увидите, что в Talmud на полях обязательно есть его комментарии. And Rashi comments on a statement made by Hillel. And Rashi комментирует Talmud и цитирует Гилеля. In which he says that Hillel believed that Messiah will be God himself. Now that's a pretty strong statement. Coming from Rashi. Especially since it has to do with the great rabbi Hillel. So those are some of the important passages that you find in Jewish literature of the time before Yeshua, the time during Yeshua, and the time after Yeshua. And you'll notice in all these cases you have supernatural features of the Messiah mentioned and you have supernatural figures mentioned as well. Some of which can be identified with the Ruach Hashem. The Spirit of God. and some which can be identified with the Messiah. And I repeat that is what is found in Jewish literature. Which is not messianic. Now let's look at some Jewish literature which is messianic. and this is what we find in the Newer Testament. And we'll look at several passages together. And the first is the opening verses of John. John chapter one verses one to three. And here I will give a very literal translation from the Greek. The Greek begins by saying as I translate in beginning. It doesn't say in the beginning but just in beginning. And it's what now it's explained and it's this my сразу появляется у нас текстуальная проблема потому что в греческом языке написано в начале без определенного артикля. В греческом и английском языках есть определенный артикль который служит для того чтобы показать на конкретизирует какое-то определенное начало. В русском языке определенного артикля нет. Если вы изучаете английский вы понимаете о чем я говорю. надеюсь вам что-то это дает что-то пробуждает какие-то ассоциации. Дело в том что в греческом языке эта конструкция сразу очень сильно меняет как бы смысл. в греческом это означает что прежде еще до того как появились какие бы то ни было вообще начало на этой земле уже тогда было слово. И дальше нам сказано и слово было с Богом. Но предлог с он не совсем обычный в греческом языке. Этот предлог означает лицом к лицу. То есть глаз к глазу. То есть это очень нам напоминает ситуацию когда мы смотрим друг другу в глаза. то есть это не то состояние когда человек подчиненный смотрит в глаза как бы своему боссу своему начальнику. Они равны. И греческий текст продолжает и сейчас будет очень интересно и тяжело перевести с греческого на английский а потом еще на русский. Но греческий текст здесь очень точен. Он означает и все это составляло самого Бога. То есть слово это было то что составляло Бога. И третий стих очень интересный для еврейского читателя. Сказано что им все вещи стали существовать. Иными словами словом все существующее стало существовать. Это очень важно если вы знаете еврейские традиционные благословения. когда мы собираемся есть пищу в которой нет хлеба у нас есть какое-то общее благословение для этого пищи. Баруха Та Адонай Элухейну Мелик Аулам Ша Кол Ния Ведваро Ша Кол Ния Ведваро что означает Словом Которого все в мире стало существовать. Иными словами первая глава Иоанна третий стих нам просто цитирует это еврейское благословение и если бы даже по-гречески какой-то еврей читал бы это он сразу понял о чем идет речь. Здесь идет речь о том словом которого все в мире стало существовать. И это тот это само слово. то есть мемра Бога. Yeshua the Messiah. Is that clear? понятно это? Okay. Colossians chapter 2 and verse 9 Теперь мы посмотрим вторую главу Колоссян 9 стих. After it describes the fact that everything was created by Yeshua после того как там написано что все было сотворено через Yeshua это все мы читаем в первой главе колоссяна the ancient rabbi 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 Shul then tells us древний древний раввин раб Шауль говорит нам дальше такие слова вся полнота Бога находит свое обитание в Yeshua И это очень сильное утверждение В книге к Титу тоже есть очень сильное утверждение Это послание к Титу 2 глава 13 стих Здесь написано что мы ждем благословения и надеемся и вот это блаженное упование как здесь написано или благословенная надежда это славное явление явление нашего великого Бога и Спасителя которым является Yeshua Мессия То есть заметьте что рабин говорит нам что Yeshua является одновременно и Спасителем и нашим великим Богом Это очень сильное утверждение И кроме того нам еще интересное такое тоже очень сильное дается утверждение Это в Филиппийцах во 2 главе в 11 стихе где нам цитируется Исаия 53 глава и также Алейну И там и в Исаии и в другом месте и в Алейну мы читаем одни и те же слова что придет такое время когда каждый человек поклонится перед именем Всевышнего и признает его своим Господом Рав Шаул говорит эти слова о самом Исшуа Это тоже очень сильное утверждение не только потому что такие слова мы находим в 35 главе Исаии но и но кроме того мы находим их и в Алейну то есть в очень важной части еврейской литургии 45 45 45 25 23 и кроме того у нас есть слова самого Исаия И первая мы смотрим у Марка во второй главе Вторая глава с первого по седьмой стих И там мы тоже понимаем о чем идет речь Вы помните что там нам рассказано о человеке и они хотят его к Исшуа чтобы его healed там есть человек коллега которого друзья его приводят к Исшуа но вокруг Исшуа как всегда огромная толпа и они делают специальную дырку в крыше дома и этого парализованного человека через дырку в крыше опускают вниз в комнату 5 стих говорит нам читайте со мной 2 глава Марка 5 стих когда Исшуа увидел их веру он сказал парализованному он не сказал ему все теперь ты исцелен that's what we'd expect what does he say your sins are forgiven да прощаются тебе твои грехи некоторые религиозные лидеры естественно как-то отреагировали на то что произошло и в 7 стихе они говорят он же богохульствует только Бог может прощать грехи и конечно же они правы и Иешуа ответил им ой извините я ошибся не конечно так не написано в 10 стихе он говорит чтобы вы знали что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи я говорю расслабленному встань возьми свою постель иди домой то есть на самом деле что он говорит что у него есть власть прощать грехи а такую власть имеет только Бог 14 глава Марка 61 по 64 стихи я вам напомню этот отрывок вы с ним знакомы первосвященник пытается задать вопрос Ешуа он представляет лжесвидетелей которые должны дать ложные показания о Ешуа и у него ничего не выходит и тогда он задает следующий вопрос Ешуа и Ешуа отвечает ему ты увидишь Сына Человеческого который придет на облаках славы и первосвященник говорит ему ты опять богохульствуешь иными словами он человек делал из себя Бога когда мы читаем Даниила 7 главу 13 и 14 стих люди того времени должны были понимать что сам титул Сын Человеческий подразумевал какого-то небесного персонажа и там сказано что он придет с облаками славы и конечно же когда он сказал что он придет на облаках славы он сразу первосвященник конечно же понял о чем говорит Мессия все это можно найти в исходе 40 и в Левите 16 глава в первом отрывке сама слава Бога или облака Бога накрывают собой скинию которая впервые была возведена в наше во втором отрывке который я вам сказал первосвященнику не позволяется входить в святое святых однажды только в год он может сделать это именно из-за вот этих облаков славы облака славы представляют собой само присутствие Всевышнего только Бога можно отождествить с облаками славы тем не менее Иешуа говорит что он придет с этими облаками и именно поэтому так на эти слова отреагировал первосвященник и then in John chapter 5 также в пятой главе Иоанна verses 17 и 18 17 и 18 Иешуа говорит Я работаю и мой отец работает Я делаю и отец делает И там люди которые стояли вокруг очень странно отреагировали на эти слова написано что они пытались убить его потому что он не просто нарушал шаббат на самом-то деле он его не нарушал но это мы будем обсуждать завтра но он называл Бога своим собственным отцом таким образом он делал себя равным Всевышнему он делал себя равным Богу и лидеры очень правильно поняли именно поэтому они хотели его убить 10 глава Иоанна с 30 по 33 стих здесь нам представлена еще одна такая еще один разговор между Иешуа и лидерами там он говорит Я и Отец одно именно с таких слов начинается 30 стих и тут снова мы видим иудеев которые хотят берут камни для того чтобы побить его камнями и Иешуа отвечает им почему вы хотите забить меня камнями и отвечает он что ты тот человек который заявляет о себе что он Бог они поняли его правильно и вы помните что он говорит потом своим последователям и это John chapter 14 и verse 9 14 глава Иоанна 9 стих 14 глава Иоанна 9 стих отвечая на вопрос он говорит тот кто видел меня видел отца оба этих высказывания очень сильные понятны ли вам вот эти утверждения мессии он очень четко говорит о том кем он был конечно же его слова никак не вписывались в канву религиозных представлений иудаизма того времени и очень правильно понимали его религиозные лидеры того времени и поэтому я вам говорю что это вам очень нужно знать нужно понимать что пришло время для перемены он так же важен нам как и те отрывки которые мы с вами уже посмотрели и этот может быть даже еще более имеет большую важность это 18 глава Иоанна 53 стих 58 стих 8 глава Иоанна 58 стих извиняюсь 8 глава Иоанна 58 стих 58 58 59 стих здесь здесь мы читаем о том что сказал Иоанна Он говорит прежде нежели был Авраам Я есть и посмотрите какова была реакция и снова люди берут камень чтобы бросить него почему так я дам вам небольшое объяснение Yeshua says here before Abraham was Yeshua говорит прежде чем был Авраам here's what the Greek says по-гречески так это звучит ego ami now why is that important что это значит какой смысл этих слов где-то за 300 лет до прихода Yeshua the scriptures were translated into Greek писания были переведены на греческий язык and that was called the Septuagint in Exodus chapter 3 and again in Exodus chapter 6 and again in Exodus chapter 6 when God is speaking to Moses когда Бог разговаривает с Моисеем and he tells Moses what his name is и он говорит Моисею произносит свое имя the name by which the people of Israel should know their God то есть имя по которому народ Израиля должен узнавать своего Бога he says something that is translated in a variety of ways он произносит какие-то слова которые по-разному пытаются перевести I am that I am or I will be who I will be я есть тот кто я есть или я буду тем кем я буду но по-гречески это звучит очень просто греческий текст просто говорит то что как Бог себя назвал как в горящем кусте when Moses says what is the name I should tell the people or what is your name that I should tell the people Моисея спрашивает какое имя должен я сказать народу греческий текст говорит I go I me то есть в 58 стихе то что говорит Яшуа что он был I go I me те кто услышал его сразу поняли о чем он говорил he was identifying himself as the one who spoke to Moses through the burning bush он себя отразистлял с тем кто разговаривал с Моисеем из горящего куста no wonder the leaders took up the stones to stone him и поэтому лидеры хотели взять камни и побить его they understood what he was claiming потому что они поняли что он имел ввиду he was claiming to be the god who revealed himself at mount sinai он провозглашал себя богом который открылся на горе Синай at the red sea кроме того at the red sea и богом который открыл себя на красном море at the exodus также в исходе and through the plagues и также он провозглашал себя богом который явил все десять страшных казней кроме того в греческом бог описан словами эгоэми фактически во всем танахе и когда мы читаем о некоторых описаниях Иешуа в Евангелии мы находим такие же описания и эти описания именно Иешуа те же самые слова эгоэми которые мы находим в Танахе мы также находим что в Новом Завете Иешуа описан как эгоэми и кроме того существует может около десятка других мест где упоминаются эти слова еще мы прочитаем несколько отрывков просто вспомним их один из них это помните какая была реакция у Фомы когда мы читаем Иоанна 20 главу Иоанна 20 глава там мы читаем о том что приходит является ученикам Иешуа Иешуа предлагает Фоме протянуть руку и коснуться тех ран которые были у него на теле но Фома говорит мне не нужно этого делать он просто смотрит на Иешуа и говорит 28 29 стихи Господь мой и Бог мой снова очень прямое утверждение причем это утверждение говорит никто иной скептик Фома давайте посмотрим римлянам 9 главу и здесь пишет Рав Шауль и он рассказывает о том какие существуют превосходства в том чтобы быть евреем и 5 стих говорит нам их отцы патриархи и от них ведет свою человеческую линию Мессия и смотрите как описан здесь Мессия Мессия это Бог над всем которого нужно во веки благословлять и так пишет нам Равин который был учеником одного из самых знаменитых раввинов своего времени Рав Шауль был учеником Гамлиэля я думаю в этих отрывках нам все понятно и мы должны их понимать так же понятно как они написаны Я говорил вам о греческом переводе Танаха который называется Септуагинта и каждый раз когда у нас появляется в Танахе святое имя и оно переведено на греческий это самое святое имя Бога переводится на греческий как фраза ху ху курьос ху курьос это греческая фраза ху курьос является переводом самого святого имени Бога оно очень часто упоминается в Новом Завете и этими словами эти слова относятся к Яшуа то есть вы понимаете что под этим подразумевается хорошо я попрошу вас со мной немножко напрячь свои мозги извиняюсь за выражение я хочу чтобы вы немножко логически помыслили над тем что под этими всеми местами подразумевается так вы готовы да немножко и я конечно же не хотел бы чтобы вы этим занимались перед обедом но у нас нет выбора я хочу вас предупредить и мой босс сказал мне я говорю о Валентине что этот урок у нас будет идти до одного часа тридцати минут поэтому мы должны будем глубоко вздохнуть и немножко поднапрячься потому что нам придется долго сидеть давайте думать со мной вместе когда был против святого Бога совершен грех мы знаем что наказание за грех это смерть now God being just provided us with a substitute и поскольку Бог был справедливым Он для нас придумал замещение и поэтому таким образом была дана нам система жертвоприношений вместо вместо того чтобы умер грешник должна была умереть жертва но вы помните какие должны были быть какой должна была это быть жертва какие у него были характеристики качества она должна быть совершенной она должна быть без порока давайте представим просто Андрей которого я знаю последние несколько лет становится таким хорошим другом что собирается за меня умереть просто он хочет сам понести на себе мое наказание я бы сказал Андрею спасибо тебе огромнейшее ты очень хороший друг но есть одна проблема чтобы Андрей умер вместо меня вместо ему в принципе надо за свои грехи умирать то есть Андрей должен быть совершенным и насколько бы ни был бы хорош Андрей я знаю то что имею ввиду я знаю о чем говорю он хороший человек но он несовершенный давайте представим что Андрей совершенный и очень хороший друг и он кстати добровольно хочет умереть за мои грехи тогда все мои проблемы решаются но появляется еще одна проблема моя проблема решена но у вас у всех все равно будут проблемы что же нам требуется для того чтобы решить проблемы всех нас нам нужен совершенный который не должен умирать даже за собственные грехи и тот который достаточно вечен то есть бесконечен чтобы он мог растянуться на все человечество своей жертвой то есть который мог бы принести вечное жертвоприношение для всех всех людей на земле и это должно было произойти в какой-то определенный момент времени и существует только одно существо во вселенной которое не только совершенное но кроме того и бесконечное и это сам Бог вы понимаете термины единственным способом как мог Яшуа стать жертвой за нас он должен был покрыть грехи всех абсолютно людей всех абсолютно времен и для этого он должен был быть совершенным и бесконечным все что менее все что не подобно этому в такой ситуации мы не можем быть уверены что нам прощены грехи вам понятно вы следуя Продолжение следует...